Изучение космоса – это не просто научная деятельность, но и источник вдохновения. Включение космических исследований в образовательный процесс развивает у школьников интерес к познанию нового. Сделать это в нашем районе вскоре будет намного легче. В ближайшем будущем Славянский космопарк широко распахнет свои двери для ребят. Юные славянцы с помощью увлеченных педагогов Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани уже не первый год изучают все, что связано с космосом. Это помогает им анализировать интересную информацию и мыслить более широко, а также решать непростые задачи. В ходе занятий ребятам рассказывают об отечественных достижениях в науке и технике, истории освоения космоса, об опытах и экспериментах на земной орбите, о действии законов природы в условиях невесомости. Заместитель директора по науке и инновационной работе Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани Сергей Неделько говорил о том, что именно активность юных любителей космоса позволила заявить о себе на уровне края всей страны. Это привело к успехам ребят на конкурсах всех уровней и помогло развивать материально-техническую базу. Они уже лет пять в этой теме и благодаря детям и родила вся эта идея, потому что у них стало хорошо получаться. Они стали заметны на фоне всей России. Многочисленные конкурсы космической направленности, статосферный спутник, НТО, дежурные по планете. Каждый год практически у нас там есть призовые и первые места. И в какой-то момент так получилось, что произошел эффект накопления и вылилось в этот проект. Этот проект, в общем-то говоря, даже и разрабатывали-то сами дети. Потом подключились на поздней стадии взрослые и перерисовали, дали денег. И вот так у нас все хорошо получилось. А какие перспективы? Ну, мы даем людям профессию. Потому что на самом деле это удивительная история, что маленький городок в Краснодарском крае вдруг стал внезапно реально космическим центром. Таких историй в России я даже и не знаю. То есть нас уже заметил Роскосмос, мы вошли в их программы. На территории центра и первого городского лицея уже возведен стационарный всепогодный планетарий. Оснащен космический класс для занятий и установлены антенны для приема сигналов со спутников. Работы продолжаются. Обустраивается территория, монтируется оборудование. Появляются новые арт-объекты для образовательных целей. Для того, чтобы приобщать наших ребят к космосу, к изучению науки, к Вселенной, наша площадка будет располагать такими ресурсами, как планетарий с иммерсивными технологиями на 30 мест. Это уникальный проект, которого в принципе нет ни в Краснодарском крае, ну и в России, наверное, подобного ничего нет еще пока. Вот, поэтому мы надеемся на то, что этот проект, его реализация принесет огромную пользу детям, ну не только нашего района, а и вообще всем. Мы очень благодарны тем, кто вложил свое желание, душу, ресурсы в наш проект. У нас очень много друзей, помощников, которые поддержали этот проект и помогли нам. Здесь, конечно, будет активно работать космический класс. Делу поможет и то, что удалось войти в два всероссийских проекта. Проект «Школьный космический телескоп» и второй проект, который буквально в этом году запущен по всей России и поддержан президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем «Соник». Значит, благодаря этим проектам мы получили оборудование. Когда здесь заработает планетарий, появятся инсталляции астрономических приборов и макеты, помогающие школьникам изучать историю открытия естественной науки, космопарк, его открытие планируется приурочить ко дню космонавтики, станет серьезнейшей образовательной площадкой. Ребята, которые приобщились здесь к науке, смогут в будущем идти еще дальше, выбрав профессию, связанную с космосом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». То есть чудо Dave их улип realize интересно. Скорее?